Зачем, на ваш взгляд, России этот новый фронт? Потому что военные эксперты говорят, мы сегодня уже об этом говорили, сил там у них мало. Первое, это то, что Россия и Путин, в частности, не собираются останавливаться на Украине, на цели Украины. И, очевидно, сейчас они набирают, по их мнению, разгон для того, чтобы завоевывать следующие территории. И, например, есть некоторые признаки, которые говорят в пользу этой версии. То, что мы наблюдаем, как Россия уничтожает в Украине военные объекты. Мы наблюдаем, что часть инфраструктуры, которую можно потом использовать, они все-таки оставляют, очевидно, потому что у них есть планы ее использовать. То есть они не уничтожают до конца то, что им может понадобиться в случае, если они будут использовать территорию Украины как плацдарм для нападения дальше. Кроме того, они абсолютно не щадят цивильную инфраструктуру. Если мы будем сравнивать с временно оккупированными территориями в 2014 году Крым и часть Донецкой и Луганской области, вы видите, что там используется украинская инфраструктура, школы, садики, больницы. Сейчас такой цели нет. Они, российские войска, ровняют все с землей. Вот цивильную инфраструктуру, очевидно, потому что она им не нужна, и у них цель идти дальше. Поэтому, да, это могут быть и бывшие советские республики, это может быть и территория Европы. Реакция Молдовы на эти угрозы. Мы знаем о том, что там уже отреагировала даже Майя Санду, президент этой страны. Я не знаю, насколько можно ее сейчас оценивать, но в целом, как она изучается и как она трактуется сейчас украинской стороной? То, что говорят непосредственно в Молдове. По линии Министерства обороны и вооруженных сил, естественно, ситуация изучается. Естественно, рассматриваются все сценарии, в том числе, как потенциальная угроза использования этой территории для нанесения, в том числе, например, ракетных ударов по территории Украины. Ну и мы видим, что Россия на сегодня концентрирует свои усилия в основном на восточном и южном регионах Украины. И, очевидно, ее интересуют побережья Азовского и Черного моря. И, соответственно, их интересует территория, как мы уже сейчас видим, очевидно, Молдовы. То есть вот там компактно видно регион, который Россия рассматривает как одной из своих целей. КОНЕЦ